Знакомство с энциклопедией под названием «Франциск Скорина» стало первым мероприятием традиционной ежегодной недели детской и юношеской книги. В гости к юным читателям областной библиотеки имени Горького приехал автор трехтомника, белорусский культуролог, ученый и заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Олесь Суша. Все мероприятия приурочены вот этой дате. Сегодня к нам из Минска приехал автор трехтомника, Франциск Скорина. Это известный культуролог, это заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Александрович Суша. О том, как создавался трехтомник, в чем его уникальность и почему в качестве главного героя был выбран именно белорусский первопечатник. Об этом и не только шел открытый диалог с Олесьем Сушей. Каждая затронутая тема – это новый пласт ответов на те вопросы, которые многие из участников встречи ранее никогда не задавали себе. Почему Франциск Скорина избрал для себя путь человека познающего, что двигало его политическими и общественными интересами, и как принимали знаковую персону эпохи его современники. Обо всем этом энциклопедия рассказывает особенно ярко и подробно. Выдание интересное, что оно пропонует молодому читачу увидеть с Карыну не просто про глубокие, например, науковые оповеды и анализ Карыниц, а также про великую колькость иллюстрационного материала, сегодня доброзразумелого и доступного для широкой аудитории, особенно для детской аудитории. Многие из этих иллюстраций являются полным открытием. Николи не публиковались ранее. Это больше 300 разных иллюстраций, которые показывают спадшину с Карыны из разных сборов, например, из Дании, Великобритании, Польши, России, Украины, Литвы и других краин. Встреча с Олесьем Сушей получилась насыщенной и интересной. Диалог двух поколений – молодежи и взрослых – приобрел общую точку соприкосновения. Беларусь, ее культура и традиции. Это интересует поколение современных ученых, это волнует и юноши, и девушек, которые находятся только на первой ступеньке своего большого жизненного пути. Познакомившись ближе с новым изданием, молодые люди смогут найти ответы на волнующие их вопросы. Книга создана с учетом всех веяний времени. Она красочна и в то же время не лишена подробных описаний. Кстати, издание «Пособие для взрослых» также уже находится в ближайших планах. Для Беларуси было же роблено и другое выдание с удвоя большим таражом, для Беларуси – вельми пристойным таражом, якое уже сегодня можно купить в книгарнях. Это как раз выдание, присвеченное особе Франциска Скарыны, якое теперь уже на русской мове презентую его спадшину, его деятельность. Такие же выдания запланованы на инших мовах. Запланованы, я веду, энциклопедичное выдание. Мы с ним сегодня уже вельми активно працуем. Новая великая энциклопедия, присвеченная Скарыну. Заплановано великое альбомное выдание, якое покажет всю раритетную, так бы мы говорим, сусеветную спадшину Скарыны из разных краинсвета. Будет много инших цикавых и выполненных выдавецких проектов на абсолютно любую читатскую аудиторию.